По всём мире все передовые страны идут ко всеобщему высшему образованию, где вопрос конкуренции при поступлении не имеет значения. Второй момент, второй момент, самое главное, и Фурсинг уже никуда не денется, должен говорить про это, и говорит про то, что демография у нас яма, что у нас нет конкуренции, у нас количество абитуриентов значительно меньше, чем количество бюджетных мест. Поэтому, по этому, есть инструмент, который по факту уничтожает социальное равенство возможностей, осуществляет сегрегацию общества, но было, не было, но есть специальный инструмент, который около 70% населения страны превращает в людей третьего сорта. И вы, мы когда обсуждаем ЕГЭ, то мы отвлекаемся от принципиальных действительно вопросов, Владимир Алексеевич и некоторые другие правильно сказали. Понимаете, мы приобрели ЕГЭ, непонятно для чего, зачем, кто-то 50%, а что мы потеряли? Мы уже потеряли две трети бесплатного образования высшего, мы потеряем еще скоро школьное образование в полноте, мы на самом деле качество отвратить не перешли к новому поколению реального содержания образования, то есть мы потеряли нашу школу и наше достоинство в мире. Проблема в чем? Я прекрасно понимаю, как несправедливо, обидно, когда, скажем, ну действительно, тот, кто работал, меньший балл, тот, кто не работал. Я понимаю этот вопрос, но есть более страшная вещь. Для того, чтобы все это проконтролировать, мы должны создать спецслужбу, которая будет мощнее КГБ. Непонятный вопрос, зачем, когда ЕГЭ не нужно стране? Зачем нужна спецслужба? У кого есть деньги, они найдут себе, где образование взять. У кого нет денег, сгребаем их ЕГЭ в третьи сорок людей. Вот суть всех процессов. Поэтому проблема ЕГЭ, она вскрывает проблему нашего образования вообще. Либо образование это магазин, в котором конкуренция, в котором конкуренция, либо образование это мотивация человека, выращивание его, тончайшая работа, где конкуренция по существу, как минимум не имеет никакого отношения к образованию. Поэтому возьми за магазин, с другими расстроены.